Валерий Опенько, директор Красной Звезды, с гордостью показывает гостям обновленное покрытие для футбольного поля и рассказывает о популярности спорткомплекса среди жителей города. Это спортивная школа Олимпийского резерва по футболу. Здесь занимается порядка 450 человек малышей, футболистов чисто. Кроме этого, мы допускаем сюда конькобежную школу рядом, которая здесь тоже, школа Олимпийского резерва. Они тренируются. Вот буквально ушла отсюда группа. Сюда приходит заниматься и художественная гимнастика, и спортивная гимнастика. В небольшой экскурсии по Красной Звезде приняли участие представители Молодежной палаты депутатов при областном ЗАГСобрании, Омского городского совета, регионального Минспорта, областных министерств образования и финансов, а также Департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации города и других ведомств. Гости также ознакомились с экспозицией, посвященной истории омского спорта. Уникальные фотографии, личный спортинвентарь, награды и многое другое вызвало немалый интерес. Затем участники делегации собрались за круглым столом, организованным Комитетом по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Главный вопрос встречи – реализация областного закона от 2008 года о физкультуре и спорте. С докладами выступили глава регионального Минспорта и директор Департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта городской администрации. Дмитрий Крикорьянц предоставил Комитету полную информацию о финансировании отрасли, поддержке спортсменов, тренеров, развитии федераций. Получили государственную аккредитацию в 75 региональных федераций по 80 видам спорта. Цифра внушительная. Я думаю, всем вам понятно, что у нас очень много видов спорта. Есть базовые, есть приоритетные английские, есть очень развивающиеся активно. Есть такие интересные виды спорта, которые вроде как маленькие, но мы не можем проходить мимо этого, потому что есть инициативные люди, которые это поддерживают. И мы обязаны и широко стараемся их поддерживать. Обсудили варианты развития и дворовых видов спорта, таких, например, как футбол, хоккей. Про детский футбол, это, мне кажется, уже реально можно это сделать и соединить там хоккей и футбол. Как министр сказал, это хорошая идея. И я думаю, что мы вместе с депутатами Госдумы сможем продвинуть эту тему так конструктивно. Очень хорошее предложение по поводу создания квартальных или междомовых площадок, если говорить про массовый спорт, как раз это концентрирует ресурсы и делает эти площадки такими хорошими, стандартными и востребованными. Самое главное, что уход за ними будет. Также заслушали доклад о реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО, ставшего уже неотъемлемой частью спортивной жизни Умской области. Сегодня мы говорим о том, чтобы пройти тестовые испытания ГТО, получить знак, либо золотой, либо серебряный, либо бронзовый. Нужно систематически подходить к этому делу и проходить самостоятельно, либо, если это ребенок, либо юноша, молодежь, в учреждениях дополнительного образования, то есть вести плановую подготовку. Министр спорта и глава департамента, как главный исполнитель закона о спорте, совместно сформировали проект рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли. Мы стараемся на комитете приглашать и город, потому что у нас больше 60% населения Умской области живет все-таки в городе, и здесь город определяет все-таки лицо области, и здесь не должно быть разногласий, ну, существенных, разность позиций, это нормально, но существенных разногласий должно быть работать в коммуникациях. Я вижу, что и министры, и руководители департамента, они понимают друг друга, спорят, но это хорошо. Председатель комитета уверен, только благодаря слаженной работе двух глав удастся добиться значительных результатов. И примеры такой работы уже есть. Один из них – замена покрытия футбольного поля в манеже «Красной звезды» в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова